Малышка Марина. Он рассказал свой опыт. Ласердо при мне познакомился с девчонкой. Первый раз с тобой. А, тебя не спрашивали? Тебя, куда мы идем? Чего? Ну, я сказал, в туалет. Через полчаса уже начали дверь нахуй хуярить. Прям вообще не дали нормально отдохнуть. Потравиться на один день. Время провождения будет веселое. Там реально прям вот так стучались. Пацаны, всем привет. На связи Юла Сэрдо, к сожалению. Сегодня у меня в гостях нет девочки, как вы видите. Сегодня все без девчонок. Привет, пацаны. Малышка Марина. Ребята, сегодня у меня в гостях мой подписчик Игорь, который очень долго следил за всем моим, скажем так, творчеством. Мы какое-то время, он спрашивал мне советы, я ему подсказывал. В итоге Игорь в конце концов решился взять обучение. Вот, мы с ним гоняли кучу раз в поля. Кучу раз, ну не кучу раз, но гоняли в клубешники. И сегодня, я думаю, чувак нам расскажет свой опыт, потому что в этом плане у него было изначально все печально с девочками. Но сейчас парнишка показывает реально неплохие результаты. Я думаю, кто находится в такой же ситуации, будет интересно посмотреть. Вообще это каково, когда тебе, типа там, тысячу лет никто не дает. Ну и в обиду, ну, как это. Что с тобой, бро? What the heck? You chipping, бро! You chipping! Да, да, когда у тебя там проблема с девчонками, потом такой бац и все, и там, ну, потом в туалете клуба, как очевидно, ты сейчас расскажешь все это темы. Ну, и что ты паришь, сразу тема. А, думаю, это как интрижка. Ладно, дядька, давай, пару слов о себе вообще, что ты... Ну, привет всем, пацаны, в общем, ребята. Студент, занимаясь рекламой, вот, короче. У Лесерда пришло обучение, можно так сказать. Были пару комплексов. Он отозвался очень хорошо. Мы пошли всем в поля. Он показал свои приемчики. Я не знаю, очень. Реально, мужик на опыте. Не всякая там хуйня, как у Лесли. В общем, пари. Что ты знаешь насчет Лесли вообще? Ну, какая-то фигня сегодня. Мне не нравится там. В общем, какие-то легенды нужно придумывать, какие-то образы. Сейчас я просто подошел напрямую и спросил. Да, да, нет, нет. Сейчас у тебя в комментах фанаты у Лесли вот так, бля, уехать. Пару слов о том, что у тебя вообще было с девчонками, какой был опыт, пока мы с тобой не стали, скажем так, заниматься вместе всей этой хуйней. Да, вообще, это было печально только опыт. Печально? Ну, расскажи. Имея такой, знаешь, внешность, рост, физические данные, типа, блядь. Но все равно это было не очень, типа, в плане выстраивания отношений. А что, девчонки сливались? Да нет, дело в том, что не сливались, просто не дожимал, то ли тупил. В общем, такое было. Вы скажи вот то, что ты мне сейчас рассказывал, там, про школу, про школу, там, все это хуйня. Или это личное как? Это личное. Давай, это не заходит к каналу. Ты же сказал рассказать про клубешники. Ну вот, ладно, у Асерду взял обучение. Стали, короче, мы гонять постоянно в поля, на выходные в клубы. Да, не ходить в Парк Горького, он показывал свои приемы, как надо делать, подходить к девчонкам, прямо смело. Ты не полежишь, что я показываю, это пускай будет тоже конфиденциально. Ты лучше расскажи вот эту вот ситуацию, когда ты, считай, первый раз приехал в клуб, и первый раз закрыл там девчонку. Ну, в общем, как обычно, я никуда не ходил, ну, в плане, кроме полей в парк. Асерда позвал меня в клуб, я такой, ладно, в принципе, можно, но делать нехуй. Похуй попробовали. Он рассказал свой опыт с одним своим корешем, который вообще не подходил к девчонкам, вообще не лезь, в чем-то не общается. И вот они с лосердой пошли в клуб, и он при лосердии подошел к девушке, обнял, поцеловал и забрал себя домой. Да, да. В общем, эта история меня замотивировала, я решил повторить этот успех. Приехали мы в клуб. Подожди, а ты бухал тогда, нет? Я не помню. Не, я вообще не бухал. Ты не бухал, да? Нет, я вообще не бухал. Сейчас фанаты Лесли скажут, красавчик, я его рекомендую, скажут, молодец, главное не бухать. Ну, ты же сам и так-то знаешь, ты мне предлагаешь, я отказываюсь, типа, да. Ты еще угорал, ну, думаю, то, что вот, ты поедешь, там, без бухла, там, вообще какой-то, а в итоге сам увидел, какой результат показал. Так, ну и что, и что, короче, при ночи мы приехали в клуб, стояли, вот, в общем, на фейс-контроле. Лосердо при мне познакомился с девчонкой, так как он был занят, я решил то же самое сделать, увидел красивую девушку. Такой думаю, ой, ладно, если лосердо подходит, почему бы не подойти? Кстати, подожди, такой, сразу ставим пометочку для ребят, которые, ну, не в теме, да, что вообще происходит в клубах. Пацаны, в клубах обычно, если вы едете там с другом, да, там, с какой-то, даже пускай компанией, никто никогда не обижается. Если чувак нашел девчонку и слился от вас, ну, это абсолютно нормально, да. Это нормально, вы же для этого приехали, а не с другом там. Да, потому что есть многие ребята, которые, ну, типа, задают такие вопросы, типа, а вот я там приехал с другом, условно говоря, куда я его дену? Типа, спрашивают, говорят, куда вот мне девать кореши, типа, ребят, если вы сразу едете с корешем, сразу договариваетесь, ну, типа, на берегу обо всем. Типа, если кто-то находит девчонку, соответственно, твой кореш не должен обижаться, ну, или, соответственно, ты, ну, типа, тоже не должен обижаться. Вот, поэтому, да, я нашел девчонку, чувак, все понял, правильно? Ну да, да. Так, ну и что, короче? Ну вот, в общем, я подошел, познакомился, там. Честно, как обычно. Ну, давай, давай, давай. Просто подошел, привет. Привет. Она где стояла? Она вот сзади меня стояла, типа, привет, типа, я такой, типа. Ну, в очередь, да? Да, в очередь, типа, привет, ты такая классная, типа, вот, типа, меня зовут Игорь, а тебя как, ты чего-то слышишь одна? Типа, он, типа, я говорю, да, я одна, типа, я такой говорю. Ну, пошли вместе. Ну, разговор какой-то, наверное. короче да в тупо попиздели в общем ну вот короче что как было-то на сердце рассказывал что нужно типа вот его друг обнял поцеловал поднял да обнял поднял поцеловал короче но они уехали домой я как бы ее тоже как бы красиво на ночь это ломалась в общем короче ну как обычно чем могу сказать там танцевали обнимались целовались все расскажи расскажи ну так правильно поцеловать девушку в клубе но блин это очень банально как бы берешь и целуешь да берешь и целуешь все тут особо-то нечего да и типа если девушка с тобой согласилась танцевать она уже готова с тобой поцеловаться знаешь просто как пацаны многие рассуждают типа опять же вот там кто берет консультации с кем общаешься такой прям банальный вопрос а вот типа и подскажи мне что мне делать вот я прихожу в клуб типа вот типа чё так у меня не получается там типа никого цепляет там типа ну не на хату ни на что типа вот а смотри там все стоят стоят типа сосутся я подхожу в девушке типа начинаю с ней общаться чуваки не хуй с ними общаться в клубе в клубе все просто но как бы такой знаешь небольшой гайд в нашем видосе подходишь девчонки на танцполе если она танцует молча берешь я за руку начинаешь не танцевать если ты плюс-минус понравился она будет отвечать тебе взаимностью все будет заебись потом что ну согласись банально обнимая танцу уже вам не надо и после этого поцелуй все а там уже дальше когда нужно дальше пойдет красного ты предлагаешь типа пошли ко мне поехали ко мне там время вместе проведем я думаю свинишка да вот как обычно ну девушка начинает ломаться потому что ну зависимости какая девушка попадется в основном девушки и не все идут но в основном 90 часть процентов 90 процентов идут туда потравиться на один день по правде но 10 процентов можно можно может не из 10 процентов девушку попалась потому что мне не с первого раза получилось все дожать в общем ночью вы с ней пришли заваливались вместе прошли дальше да 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 в общем танцевали танцевали и и обнял остеяну танцпол сразу да я на танцпол повел она вначале сказала что ты мне пиздишь ты чё один пришел я типа потом позвонил усердие показывал усердие это все тебе можно доверять но я такой думаю мы все а ты сказал что-то один пришел не сказал друзьями мы же не одни были тогда но я тебя показал я тебя познакомил я помню да 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 просто не понял этому мувика знаешь но я тоже не понял это мувика типа она сказала ты чё один типа ты чё одиношка ну типа я вообще тоже не въебался в эту тему ну чё суть-то танцевали танцевали я поцеловал обнял в общем начал и лапать как обычно там спорта прямо там спорта скажи да 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 вообще похоже не за дрячку и просто идти в клуб вот реально очень чувак это просто такие мне не нравится атмосфера там слишком громко так она и заебись им плохо да я прям сосал ее начали лапать везде ну а чё ну чё бы не правда что ну вот в общем первый раз мы пришли туалет там была суббота как ты я что-то я сказал как отвести девочку в туалет я сказал малышка пошли проведем хорошее время да 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 взял за руку и пошли ну типа ну первый раз она сказала так нельзя первый раз тобой а тебя не спрашивала типа куда мы идем чего но я сказал в туалет я прям прям если тебя ребят я сам на их подробности не знаю поэтому решили записать видосик ну да чтобы как лосердо прямолинейный как лосердо был настойчивый долго говорила снять это интервью знаешь такой типа такой резинки показываешь так и все как эти земли не ну первый раз пошли в туалет она сказала типа начал ломаться так нельзя очень короче вышли там опять вышли танцевать там опять целоваться опять все это хуйня ё-моё опять второй раз зашли она тоже начал ломаться типа говорить ой так нельзя так не делаются типа я не такая девушка ты чё за кого не принимаешь ну в общем ну и на третий раз метку думаю а чё хули потерять то блять это плохо на все можно два раза два раза типа ну два раза слилась ну давай еще третий раз попробуем так раз ей понравился раз я с ней поцеловался значит если она стоит ну вот на третий раз как бы все зашло заебись там правда была толпа людей мы в туалет ждали долго прям в общем зашли где-то на полчаса полчаса уже начали дверь нахуй хуярить прям вообще не дали нормально отдохнуть вот самое хуелое могу сказать но девчоночек а ты такой занято нахуй ну да блять там реально прям вот так стучались вот а потом чего то не но как бы все попрощались нормально чего могу сказать но я контакты как бы взял но нахуй они уже нужны я уже свое получил как говорится пиздец ну короче ребят вот такая вот история как все еще в целом ощущение мне понравилось нормально ну короче стоит на диску вешники ну да ну давай скажем то что нам не всегда везло даже вот когда мы с лосердой пошли лосердия не повезло с девчонками это нормально бывает типа день хуёвый не ребят на самом деле честно говоря по правде говоря ну лично я фанатой теории что во первых ехать резан в клуб как по мне ну но я отрезан ну да ну как бы ну это я такой это моя точка зрения хотя как видите работает все и без бухла все одностроено и зависит от вашей да это во первых во вторых ребят не бойтесь делать то что вы хотите да подойти вот самое элементарное подойти попробовать ну ладно там все нет скажет ничего страшного ничего не потеряешь а вот если не подошел то все потерял пути 50 на 50 те могут согласить ну скажи вообще ты сделаешь раз подход два три и уже как бы плохо да 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 главное на это как бы не обращать сильно внимание типа и есть такое тоже как бы у меня иногда это бывает типа на окружающий мир что что о тебе подумать по другие если ты подойдешь но вообще надо это забить как бы ну типа это жизнь пацана реальность такова что в клубе обычно все настолько наебенивая что завтра блять вас никто нахуй не вспомнит ни в жизни блять чего вы творили чего я как-то раз со сцены чуть не упал девушка трезвая была кстати я тоже сошлись два одиночества два трезвых два трезвых не как-то раз со сцены чуть не упал скажи вот мы мы вот пришли вот как вначале горы типа друзья не обижайтесь и там парни шутер вот я вот девушку ушел а сердце там вообще один тусовался вообще я такой сказал а сердце я с девчонкой нормально все все да он сам тоже ходил клеился правда не получилось да там была проблема пизда там короче я не знаю там он там пять телок поцеловал больше мы стоим сосемся все уже типа там наш чуть ли ты не в пизду пальцы суешь и такая типа ой нет я с подружками если хотите принципе так на одну ночь принципе можно сгонять но скажу так то что это не всегда везет как побывает такие дни вас могут даже в клубнику сидит принципе это нормально в принципе да но видишь в чем проблема то что как ты уже это попробовал и для тебя это уже не кажется страшно плящи чуваки которые ну типа для кого для кого это впервой и мы достаем на понимаешь поэтому я думаю что стоит дать совет что просто хотя бы один раз попробую до такой опыт если поиметь но нормальных девушек это не найдете во первых там одни обиженки ходят это факт проверен куда нормальные девушки в клуб не пошли очень много да там 10 процентов может нормальные такие типа ой скучно там тусить в общаге там какие-нибудь девчонки такие не удар за компанию завалились но врачу в целом ты советуешь чего надо клубешнику гонять ну да можно можно если скучно комиссии на полях не очень там идет дива там это заебеть ну чё как еще еще ты скажешь для начинающих чуваков я не знаю конечно принципе можем и так оставить ну да ну может быть что-то еще хочешь добавить это я не знаю чего чего могу сказать ребята пробуйте чего могу сказать подходить там обостритесь это нормально все обсирается как говорится слышно ты же вот и в любом случае да даже не в клубе вот когда делал свои первые подходы да и тебя сливали ну да да что ты вообще чувствовал как вот скажем так в начале типа я не знаю так слишком близко принимаешь типа отказ это получать это не нормальный людей но ты же не знаешь там девушка может действительно парень есть или там она лесбиянка всякое может быть но касаемо подхода вот лично который использую я и ты сейчас это все дело выкупил в том плане что например есть губы пикапа скажем да которые не буду называть имен все прекрасно понимают чем я говорю о ком который типа надо дожимать надо брать и прям не давать девочки сливаться вообще на типа слой нахуй это когда мне по но это смысла нет просто унижаться перед девушкой я типа как лосердо в общем я за взаимность вот это вот это самое лучшее во первых это времяпровождение будет весело а не так то что ты унижаешься развлекаешь ее чтобы получить от нее какое-то внимание я думаю это принципе глупо ну короче ты согласен знаешь либо да либо нет да это вот согласен сейчас уже ну на опыте да скажем так ты уже в принципе ну самого начала прекрасно видишь что если дату это сразу да если нет типа типа смысл кого-то развлекать и тратить на это время внимание в общем ну короче в общем давай самый главный совет твой за сегодня нам которые еще пока не в теме вы просто пробовать подходить знакомиться даже если отшивают это нормально просто научиться на опыте опыт накапливать похуй что говорить да да похуй что будет главное попробовал как говорится но и в принципе согласись не ничего такого подходишь биша и приветик ты мне приглянулась да может быть пообщаемся с вами происходим в кино или там кофеечек попьем ну короче ребят воли как лассерда говорит пошли винишко на винишко и сеной валяйте да но ребят ну вот в принципе увидите все сами по большому счету я еще не знаю что то еще можно добавить вот как бы просто для тех ребят которые пока еще боятся что-то там попробовать да как-то найти себя в этом вот вам живой пример чувак который пришел скажем так с нуля в принципе сейчас не все заебись в этом плане девчонками и по сути вот ну ребят еще кратце добавлю это типа как воронка продаж знаете вот очень вот очень воронка да там 10 девушкам подошел кто-то тебя слил там 70 процентов но 77 девушек сказали да номер дали из них три пошли на свидание из них одна вам дала математика поставим просто теория вероятность да ну что ребята надеюсь для кого-то это было полезно вот естественно с вас лайки подписки комментарии в принципе все мы обсудили самое главное истории вы услышали лайки комменты оставьте можете продолжение с ним если будет интересно да ребят такой тестовый формат надеюсь вам зашло все пацаны я с вами на этом прощаюсь на связи был игорек юра лассердо давай всем удачи пока